Казалось, здесь собрался весь Дагамыс. Для прихода это действительно событие, храм, который строился много лет, наконец-то достроен и освящен. Вот чего мы от Господа ждем благословения, радости, любви и нашей к нему взаимной любви. Божественную литургию проводит сам митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Был в храме в это утро и мэр Сочи Анатолий Пахомов. Он поблагодарил митрополита за внимание к сочинским святыням. Это очень для нас приятно и мы очень благодарны. И, конечно, город Сочи большой город и у нас много дел. И нам всегда нужна Божья помощь. И спасибо вам за то, что вы всегда молитесь за наш город, за наших горожан, за его благополучие. Счастливая молитва Пречестой Богородицы, общей нашей Матери, просить ее помощи, заступления. Жители всего поселка Дагамыс, счастливые люди, вы имеете прекрасный храм. Вашим благословением этот приход был создан 24 года назад здесь, в Дагамысе. Первые годы благослужения проводились в очень маленьком тесном помещении. 92-й год, 90-е годы было очень трудно. Но вот прошли годы, прошло время. Вы видите, дорогой владыка, что ваше паство увеличилось, храм полон. В воскресенье отмечался православный праздник, введение во храм Пресвятой Богородицы. По преданию родители Девы Марии исполнили свой обет, обещание посвятить долгожданную дочь Богу. И с трех лет она жила при Иерусалимском храме. Но вся ее земная жизнь покрыта тайной. В этот день принято вспоминать те события, которые происходили до рождения Иисуса Христа. На службе в Дагамыском храме всегда много людей, среди них представители казачества. Первую закладку камня этого храма делали казаки догомысские. Есть даже фотографии старые по этому поводу. Ну, мы постоянно посещаем его. Каждый храм – это особое строение. Даже архитектурно оно выполнено в другом стиле совершенно. Да, необычные крыши, необычные купола имеют особые архитектурные сложности исполнения. Храм Казанской иконы Божьей Матери является украшением курортного поселка. А впереди работы по преображению внутреннего убранства церкви. Мастерам предстоит украсить росписью стены.